Уже совсем суставился. Тихо. Опечалился. Опечалился. Пошел свой шатер. Иди так, свой шатер. Давай, делаю тебе этот шатер. Купник. И сидит печалец. Сидит Абрам, опечалится. Рассказывает, помогает. Никто ему говорит. Бог ему говорит. Вставай, Абрам. Вставай. Где сидит? Выходи. Выходи. И говорит. Выходи. Посмотри, сколько у тебя на небе всего. Вот столько у тебя будет потомков. Абрам обрадовался. А как Абрам обрадовался? Обрадовался. Ура, обрадовался. И пошел свой шатер. Проходит год. Проходит два. Проходит три. Проходит десять лет. И тут у нас Сара. Совсем такая старенькая. старенькая, старенькая бабушка. А где была? Терпение у нее заканчивается здесь для Авраама. И Деля. И Деля появилась у Сары. Давай. И вот она говорит своему Абраму. Говорит своему мужу Аврааму. Возьми с тобой женой мою судьарку, Абрам. Абрам, здесь я только поставь вам. Я прослажу, а вы так и делаете. Пусть она будет моей женой. Пихай их. Пусть она будет моей женой. Абрам удивился. Ну, хорошая невеста, да? Ага, огромная такая девочка. Абрам берет ее за руку и увозит в шатер. Абрам счастливый, в припрыжку. У него кто-то родился наследник, а Сара ждет. Сидит и ждет. Иду к сиропу. И куда они кладут? И куда ты истечка влезла? А где борода? А где вы видели бороду у бабушки? Спокойно. Спокойно. О, какая ручка. Наследник в животе, Ольга. Идает сигарет. И смеется Сара. У меня наследник, а у тебя нету хабана. Спокойно. Иди за голову. Ай-яй-яй-яй. Абрам, 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 где ты? Беги за Браму. Идите сюда. И говорят, ты виноват вам все. Ты виноват вам все. А, сделай за мной. А ты стой ты надо мной. Сделай что-нибудь. Так, так, и ушел она. И вообще, на ломбочке что происходит? И Сара говорит, так убирайся. Делай так. И начала Сара. И начала Сара очень сильно плохо относиться к Агай. Агай клапала. Агай клапала. И я уже была не до смеха. И она плакала, плакала. И я калоди, я калоди, я калоди. И она сбежала. Вообще сбежала с дома. Сара не хотела, чтобы она сбежала. Но она сбежала. Сара, уходи. Ты принес такой глупый совет. Сара, выходи. Конечно. Вот Агай идет по пустыне. Она идет по пустыне. Плачет, плачет. Ее, 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 госпожа, ее, госпожа не любит. Издевается над ней. Она носит наследника. Она села под на карушин. И стала горько, горько плакать. И молить, просить Господа. Аген, Господень. Помоги мне. Аген, Господень. Аген, Господень. Матвей. Аген, Господень, приходи. И говори. Я услышал твою молитву. Попереку. Попереку. Ну, тихо, ребята. Говори. Я услышал твою молитву. Возвращайся к госпоже. Ты родишь сына. И назовут его Измаил. Что значит, Бог слышит. Бог слышит. И улетел. А Агарь повеселела. Бог наполнил ее радостью. И она вернулась в дом госпожи своей. Ну, что было потом. Что было потом, узнаем на следующем уроке. А кто хочет еще проиграть? Я хочу. Все остальные идем в ситуацию.